Детский атеизм И уже ее причастие освещает в том числе и младенчика. И уже она воспитывает ребенка в православной вере, он уже этим духом, так сказать, с ним сродняется, пропитывается этим духом. Поэтому если, так сказать, родители спохватились там, ребенку уже 17-20 лет, они только начинают его воцерковлять, но, конечно же, это, можно сказать, припозднились чуть-чуть. Очень трудно будет происходить процесс этот и болезненно. Поэтому повторюсь, чем раньше начинается воцерковление ребенка, тем лучше. Как воцерковлять? Прежде всего, своим примером. Папа, мама стоят на молитву, и ребеночка, хотя бы одну-две молитвы, чтобы он с ними причитал, но потом пускай идет играть. Папа с мамой идут в церковь, и ребеночка берут с собой. Папа с мамой едут там, приложиться к святым мощам, и ребеночка берут с собой. Папа с мамой едут куда-нибудь в паломническую поездку, там, или на святую землю, как гробу Господней, ребенка желательно. То есть создать среду обитания для ребенка православную. И этой средой он пропитается. Есть такое шуточное правило слаленого огурца. Берется свежий огурец, помещается в рассол, и у него ничего не остается, как просолиться. Так и для ребенка. Если родители создали такую вот духовную среду православную, то ребенок обязательно будет пропитываться этой средой. В любом случае он это воспримет. И чем более среда духовная, тем более ребенок будет тоже пропитан этим духом.